Во имя Отца, Сына и Святаго Духа! С праздником, дорогие братья и сестры! В этот жаркий летний день, как и более полутора тысяч лет назад, Вселенская Православная Церковь празднует праздник Верховных Апостолов. Апостолов, которые отличались не просто своим каким-то статусом, назначенным людьми, не просто своими какими-то способностями, а люди, которые образом жизни, образом своего служения к Господу нашему Иисусу Христу были настолько разные по отношению друг к другу, но в то же время какие же они были похожи на нас с вами. Посмотрим на апостола Петра. Человек, казалось бы, не получивший самого лучшего образования, но в то же время трудолюбивый и откликнувшийся своим сердцем на призыв к Господе, наставил все и пошел за Христом, как он тогда думал, учителем и благочестивым человеком из Галилеи. Как потом, оказалось, он сделал правильный выбор в сторону истинного Бога, пришедшего воплоти. И когда, как мы сегодня слышали в евангельском чтении, Господь спросил, за кого меня принимают народы. Всякие мнения были и мысли у апостолов, но именно апостол Петр сказал, «Ты и се сын Бога живаго». Тем самым не просто исповедовал Господа и Сыном Божиим, и Богом истинным. Он еще и своими словами не просто обозначил, а ввел в жизнь целой цивилизации христианской понятие о том, что есть Сын Божий, и пришел Он воплоти, и был среди людей. И сам термин «сын Бога живаго» вошел и в богослужебные тексты, и в Евангелие, конечно, и в обычную жизнь, и даже в догматическое богословие истинной православной церкви. Но не только это отличало и ставило как уникального на фоне других служителей церковных апостолов, апостола Петра. Вспомним с вами этот удивительный момент, когда Господь на слова апостола Петра вдруг говорит ему, «Ты, Симоний, камень, и на этом камне основываю церковь». Мы с вами знаем из учения православной церкви, что Господь, несмотря на то, что пребывал в человеческом теле, обладал также всеми божественными свойствами, и всеведение Его не оставляло. И согласно святым отцам, даже в тот момент, когда Господь говорил, «Ты, Симоний Ионин, и на тебе основываю церковь», Он знал, что этот же самый Петр проявит себя далеко не самым крепким и проявит не просто слабость, а трижды. А три раза отрекаются, это значит навечно. Трижды отречется от него. И вот этот момент далеко не всегда осознают достаточно глубоко христиане. Господь знал слабость Петра, но Он также знал, насколько Он любит его, и как апостол Петр перенесет это свое падение. Нет хуже поступка, как предать Господа Бога своего и отречься от Него. Потому что, когда мы отрекаемся от людей или предаем их, это всего лишь нас выставляет в не лучшем виде перед людьми. И молва человеческая часто превозносит даже предателей, гнусных людей, и мы это видим в средствах массовой информации. Люди падшие, порой очень популярны среди народа. И так было, и так всегда будет. Об этом много говорили разные деятели, в том числе Никола Макеавелли. Но, когда человек открикается от Бога, у людей всегда есть предчувствие, что рано или поздно это не останется безнаказанным. И от такого человека всегда отдалялись. И более того, этот человек сам себя проклинал. И более того, даже в духовном мире он уже не имел удела. И как доказательство этого вспомним, что сказал женам мироносицам ангел, когда они пришли на его гроб. «Идите, скажите апостолам и Петру». То есть даже для ангелов апостол Петр уже не был апостол. И Господу самому пришлось потом восстанавливать его в этом статусе, трижды задавая вопрос, «Так ты любишь меня больше, чем они?» Кивая головой в сторону других апостолов. Как сам апостол Петр на Тайной вечере говорил, «Даже если все тебя оставят, я не оставлю, и пойду за тобой в темницу и на смерти на пытки». Но вот вспомним с вами другой момент. Не просто отрекся апостол Петр. Для этого были законные, именно подчеркиваем, законные причины. Дело в том, что у Каиафы во дворе, когда плевали, били и проводили этот смехотворный суд над Христом, проводили гражданскую казнь Христа и извергали его из богоизбранного народа. И вот этого очень испугался апостол Петр. Более того, по закону, если мы откроем второзаконие, посмотрим, по закону, если замечали, что человек отказывался бить преступника по лицу и плевать в него, то его ставили рядом и тоже предавали той же самой казни. И вот мы только можем догадываться, чего испугался апостол Петр. Или того, что его заставят плевать и бить в ланиты Господа, которому он только что несколько часов назад признавался в преданности, или того, что он становится почитателем учителя, которого уже извергнули из общества святого, то есть из богоизбранного народа, и вся его родня может подвергнуться, как только проведут расследование, действительно ли он ученик этого же самого пророка из Галилеи, и подвергнуться вся его родня, изгнанию тоже из святого общества, из богоизбранного народа. Но мы знаем одно. Евангелие до нас доносит. Господь ни слова у кора ему не сказал. Он только лишь посмотрел ему в глаза, и в это время прозвечал голос петуха. И вот когда историки описывали, что древние историки со слов мужей апостольских, которые видели апостола Петра, в конце жизни у него были выплаканы глаза. Обычно говорят правильно, он всю жизнь каялся и плакал за то, что отрекся от Господа своего. Но не всегда до конца глубоко понимают, как это происходило. Раньше будильников не было. И люди просыпались голосом петуха. Вот представьте, не было ни одного дня, чтобы апостол Петр проснулся, и не было глаза петуха. Не было ни одного дня, чтобы апостол Петр проснулся без слез. И это было действительно испытанием на всю оставшуюся жизнь. Это было испытанием для человека, который был восстановлен в статусе апостола, но в то же время, и был первоверховным апостолом, но в то же время он всю оставшуюся жизнь строго отмеривал свои слова и дела по отношению к людям, памятая о том, как он ревностно отнесся к Господу и как потом пал. И вот в этом-то и есть похожесть апостола Петра по отношению к нам. Именно его ревность, с одной стороны, а с другой стороны, мы так же, как и он, падаем часто. Мы так же в душе любим Господа, но как же часто мы его предаем в совершенно неожиданных ситуациях, совершенно не желая его оставлять, и в то же время смущаясь перед внешним миром и совершая те поступки, за которые нам потом стыдно. Эти мы похожи на апостола Петра. Ну а чем же мы похожи на апостола Павла? Апостол Павел тоже был апостол, но по призванию. Вот в отличие от апостола Петра, Господь призвал апостола Павла по дороге в Дамаск. Из человека, который ненавидел христиан, он сделал вдруг поборника Христова, ревностного служителя, который написал больше всего книг в Библии. Ни один из пророков, ни один из праведников и царей не написали столько книг, сколько апостол Павел из тех, что содержится в Библии, которые мы читаем. И вот этот ревностный бывший фарисей вдруг становится распространителем слова Христова и распространителем самого, что ни на есть, очищенного от законничества учения. Мы с вами помним, как даже был спор между апостолом Петром и апостолом Павлом, который потом решался уже на первом христианском соборе за всю историю христианства. Первый собор был именно апостольский. И на нем решался вопрос об обрезании. И апостол Павел победил в этом споре, потому что Дух Божий через него установил, что мы обрезаны сердцем. И ветхозаветные установления больше не давлеют над нами. И далее этот апостол любви, апостола Павла тоже называли древние источники апостолом любви, потому что он, если вы почитаете, с любовью всегда обращался ко всем христианам, кому писал послание. Так вот, этот апостол любви Павел не просто распространял Евангелие, он своим всем служением установил новый образец именно жизни религиозной. Как было в Ветхом Завете? Достаточно было выполнять все установления и получаешь благословение. А апостол Павел что нам пишет в послании? Что мы проповедуем жизнью и что мы обрезаны сердцем. То есть он много раз в посланиях своих указывал на внутреннюю жизнь. То, что потом распишут уже святые отцы и в добротолюбии, в своих посланиях, в толкованиях о том, что внутреннее, самое важное, что у нас есть в жизни, по слову Спасителя, Царствие Божие внутрь вас есть. И вот исправляя внутреннее наше храме, мы становимся к Царству Небесному ближе. И почему Господь призвал апостола Павла таким необычным образом? Дело в том, что ради нас, нынешних христиан и христиан во все времена, часто в религиях происходит такой процесс. Возникают деятели, рождается новая религия, и высокодуховных людей, которые стояли у истока той или иной религии, считают вот недостижимой высотой, а все остальные последователи должны им просто поклоняться. А в христианстве нет. Все совершенно по-другому. Почему и христианство является уникальнейшей и на колонии похожей религии? Несмотря на то, что апостол Павел был призван позже, и он апостол по призванию, он является образом нашего с вами служения, потому что мы не сидели за столом у Христа, но в тайной вечере. Мы не были на горе, когда он преобразился, мы не были, когда он воскрешал дочи Аира, но при этом мы своей жизнью несем тот же апостольский дух. И мы, казалось бы, не обладая, может быть, образованностью или даром слова, или каким-либо другим талантом, все равно одной своей жизнью уже свидетельствуем о Христе. И порой люди кротким, добрым словом, приводят людей к Христу побольше, чем некоторые проповедники. Уж поверьте мне, как человеку проповедующему. Поэтому, братья и сестры, апостол Павел тоже очень похож на них. И апостол Петр. И смотрите, какие они разные, но закончили одинаково. Чем? Жертвы ради Христа. Все они закончили в один период, когда были гнусные гонения на христиан одного из самых омерзительных императоров в Римске. Смерть-то их была не славная, казалось бы, как у героев, а какая-то обыденная. А у апостола Петра даже с унижением. Он не захотел быть обычным образом распятым, а перевернут, то есть не считая себя достойным быть распятым так, как Христос. Апостол Павел единственно смиренно принял свою смерть, как обычный римский гражданин. Ему усекли голову мечом. Но эти смерти явились не просто каким-то событием, из которого проистекли новые периоды христианской жизни, как проповедники обычно говорят. Эти смерти явились залогом совершенно новой жизни для христиан, которые, видя смерть таких праведников, ощущали на себе действие того же самого Духа, который они им принесли. Того самого Духа Божия, который осиял всех апостолов при рождении Церкви во время Пятидесятницы и который сохраняется во всей полноте до сего дня. И подвиг этих апостолов, результаты его, до сих пор сохраняются в Церкви. И мы с вами несем его в той или иной мере. Даже люди, которые, казалось бы, просто умирая в клиниках сейчас, даже не от ковида, а может быть от старости, но до конца дней своих сохраняя образ христианской жизни, тоже несут эту самую миссию апостольскую. Это так называемое белое мученичество, когда мы, несмотря на невзгоды и искушения этого мира, все равно остаемся христианами. А ради чего пришли апостолы? И ради чего они так трудились, претерпели столько скорби? У апостола Павла и у апостола Петра в посланиях это хорошо описано. Ради того, чтобы вохристовываться, то есть входить в образ Христов, а Христос входил в нас как можно более плотнее. И каждый из нас становится избранным не просто по избранию и призванию, а избранным по своей природе. Ведь смотрите, какие удивительные слова во втором послании своем соборном апостол Петр пишет. На всем церквам христианским вы род избранный, царственное священство. Это он пишет не только апостолам, но и обычным людям, и пресвитерам, и мирянам, и мужчинам, и женщинам, и старикам, и детям. И вот мы все с вами сейчас стоим, объятые этой благодатью, и этим избранничеством. Мы все с вами в душах своих царственное священство, потому что внутри наших сердец царь вселенной, и мы к нему идем неминуемо для того, чтобы со Христом, ради Христа, принять обычную, пусть даже смерть, пускай и не от болезни, но ради того, чтобы встретиться во свете Его и пребывать в радости вечной со Христом нашим. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова